МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"И вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан, и пришел в одно место и переночевал там, ибо зашло солнце, и взял из камней этого места и сделал изголовье себе, и лег на том месте". Хочу добавить, что дело происходит на горе Муря, где был в свое время Абрам, поставил жертвенник Творцу. Прежде я все-таки спрошу, что это за камни, которые он собирает? Камень – это так называемый лево-эвен. Камень – это эвен от слова «авана», понимание. То есть все свое понимание, все свое прозрение, все свое ощущение, все, что есть у него в постижении высшего мира, он положил себе под голову. То есть он хотел бы идти выше этого. То есть ни в коем случае не надеяться на себя, на свои возможности, на свои понимания, на свои ощущения. Хотя человек и ложится, находится в состоянии лежа, то есть сон и так далее, это когда полностью из него уходит разум и так далее, когда он превращается практически почти в неживое существо. Когда все на одном уровне, да? Голова, тело, все. Все на одном уровне, да. Но именно в таком состоянии он все равно желает находиться в состоянии выше того, что он знает и понимает. То есть не руководство за своим состоянием, а более высшей ступенью. Это вообще необходимый элемент вхождения в так называемое состояние, как сон. Сон – это не когда человек ложится засыпать, как в нашем мире, как животный он спит. Сон в духовном мире – это когда ты специально делаешь определенные усилия, когда у тебя весь свет, который был в тебе внутренний, постижение, осознание, ощущение, он исчезает из тебя. И ты остаешься в состоянии, когда ты не понимаешь, не знаешь, в таком сумрачном, в таком туманном. И это состояние хорошее, необходимое, когда ты его вызываешь сам, для того, чтобы перейти в состояние более высокое. Между каждым из состояний существует такой переход снизу вверх, когда поднимаешься. Вот такое вот состояние сумбурности, непонимания, туманности. И оно помогает именно тебе отключиться от прошлой картины. И естественным таким наивным способом, что ли, взять, получить следующую картину, облачиться в нее. Так сон это как бы переходное состояние между ступенями? Да, как между днем и днем, между пониманием и пониманием. То есть после сна что-то должно произойти? Обязательно. Если ты входишь в такое состояние сам, естественно, оно состояние очень деятельное. В нем надо производить определенные действия. И тогда это происходит. То есть обычно сны эти вещи в туалете? Ну, вещи сны тоже есть, но здесь имеется в виду наоборот. Вот я отключаю себя. Я не хочу ничего вообще принимать, воспринимать, ни с чем иметь дело. Я хочу только лишь... Отменить себя. Отменить себя, чтобы подняться до следующей ступени.